Выложим на YouTube и поделимся всеми своими мыслями, о чем мы сейчас говорим, зачем мы собрались здесь. В первую очередь, чтобы грамотно, юридически написать заявление в Следственный комитет, правильно я понимаю, да? И прокуратуру, правильно? Вот, мы сейчас находимся в Новогирьево, это район метро Новогирьево, где произошло такое неприятное для всех, не то что мусульман и людей Кавказа, для всех людей, нормально здравомыслящих, да, неважно какой он религии, какой он национальности, Это было омерзительно смотреть, с моей точки зрения, когда взрослая женщина нападает на детей малолетних, в данный момент по факту там находилась маленькая девочка, 15-летняя, младшая сестра нашей сестры, наша сестра с нами, она мне дочери годится, она сама тоже маленькая, вот, и почему мы здесь? Потому что нам было больно это видеть, я вот по себе, по Ивраяму, по Мансуру, мы как братья, смотри, там, с Дагестана, с Чечни, мы как бы, да, и плюс как мусульмане, мы здесь сюда приехали, любая сестра мусульманка, Это каждому мусульманину, как родная сестра, ее честь, ее достоинство, ее положение в обществе, любой в себя уважающийся мусульманин, примет это близкое сердце и принимает. Минус, я сюда не просто, именно за то, что мне было больно это видеть, не смог сидеть дома, и мы с Мансуру, с Ивраемом приехали поддержать родителей. Родители, мы сейчас с Махмадом, с дядей сидим, думаем вместе, мы сейчас абсолютно, разницы нету, его племянница или его дочка, или моя племянница, это наша дочка, это наши дети. Это участилось еще, это не учащается, надо остановить и доказать. Да, да, это наши дети, и вот сейчас в родстве в пять мужчин, мы здесь сидим, и да, у нас получится по закону, то есть потребуем, чтобы она понесла наказание, или там, все, что мы только требуем, чтобы с нами считались. Мы только требуем, чтобы, да, законности, чтобы наши, когда наши дети одеты красиво, приятно, они когда по улице ходят, чтобы они были в безопасности. Мы сейчас здесь не видим национального, я сейчас в данный момент вижу больного человека, вот на это, не то, что там нацистка, да, человек может болен, действительно. Я не знаю, мы сейчас в видеоролик, в интернете подписаны, нацистка напала на девочку, кричали. Тут даже, да, нацистка, это хуже всего, конечно, в данный момент я бы хотел, чтобы эту женщину проверили, ее психику, ее отношение, вообще не то, что к нашим, вообще детям, вообще к детям, вообще к обществу. Пускай ее проверят, если она действительно здорова ли она или нет, вот. И я, конечно, вижу, что и ожидал разочарования, расстройства родителей. Отец сидит, слов не может находить, дядя сидит. Мы все одинаково сидим, до тысячи, десятки тысяч людей сегодня, которые видят это все, не знают, как быть, это совсем неприятно. Поэтому, прошу вас, чтобы нас услышали. Во-первых, давайте начнем с того, что, знаете, я еще раз сказал, эта женщина, неважно какой национальности или с какой вероисповеданием. В данный момент, говорю с моей точки зрения, женщина, с моей точки зрения, она больна с каким-то ненавистью какой-то. Потому что я этот оттенок увидел на видео. Она опасна для всех, и поэтому ее нужно проверить. Проверить и призываю всех, в первую очередь, самих коренных жителей Москвы, русских, чтобы в этих случаях, в таких случаях, всегда поддерживать. Дети, они общие, это все наши общие. Мы все граждане России. Мы все не должны делить там цвета, не знаю, религии. Абсолютно. Откуда приехал, никуда. Наши предки много крови, много слез, много страданий. Положили, чтобы мы сегодня хорошо жили, дружно жили. Что нам мешает сегодня дружно жить, хорошо жить.